Друзья, как известно, в моем магазине можно приобрести чай. Это пуэры, пуэры шу, пуэры шен. Огромные блины я не вожу. У меня в ассортименте маленькие точи 100-граммовые, либо маленькие 100-граммовые блинчики. Как шены, так и шу-пуэры. Это середнячковые кайфовые пуэрчики, с которых прикольно начинает, например, знакомство с чаем. Многие из вас спрашивают, как же заваривать правильно этот чай. И, соответственно, для того, чтобы правильно и грамотно заварить шу и шен-пуэры, нужна определенная посуда, нужно выполнить определенные действия. Чаи эти пьются проливами, то есть налили, подержали, слили, попили. Опять залили, подержали, слили, попили. И для этого существует посуда. Посуда бывает куча всякой разной. Вот здесь вы меня видите на доске, доска называется чабань, чайный столик. Есть и чайничек, есть и ситечка, чтобы процеживать чаек. И чихай, вот такой вот, которого можно потом наливать в пиалочку и пить. Но человеку, который только решил попробовать чай, покупать всю посуду нецелесообразно. Возможно, ему не понравится. Не всегда удобно всю вот эту вот церемониальность, так сказать, и наборы посуды переносить куда-то с собой. Вот поэтому есть дорожный вариант. Это вот такие вот чайнички, чайнички-типоды, которые созданы для того, чтобы правильно пролить, попить, попробовать чай, не нарушая, так сказать, определенный порядок действий, с которым вы можете точно так же все распробовать и сделать это качественно, обходя стороной, так сказать, всю вот эту вот посуду. То есть этот чайник полностью заменяет вам все то, что стоит у меня сейчас на столе. Перед тем, как использовать цепот, отдать его водичкой горячей, чтобы посуда немножко нагрелась, после чего насыпаем чай в верхнюю емкость. Берем водичку. Водичка не должна быть кипятком, она должна быть там 90 градусов, 92 градуса. Кто как, это вы можете почитать, собственно, в гугле, потому что способов много, но главное не лейте прям сразу его из чайника. Первый пролив самый недолгий должен быть, несколько секунд, после чего вы сливаете его и выливаете вообще, тем самым промывая чай. После чего вы заливаете снова и держите минут, ой, минут, секунд, 30-40, кто как, пробуйте, потому что, ну, все любят по-разному, вот, начинайте с малого количества времени и потом будете понимать, как вам лучше проливать. После того, как вы подержали, вы нажимаете, опять же, на вот эту кнопочку и сливаете ваш чай. Чем хорош чайник? То, что вверху у вас воды не остается, чай уже не заваривается, снизу вашим чихая есть готовый напиток, который можно пить. Сливаете до конца, я вот обычно делаю еще вот так, все, он слился, вы можете его отставить, у него есть ножки снизу, вставляете в сторону, есть чай, который можно пить. Этот чаек вы спокойно наливаете в чашечку, себе, друзьям и попиваете. Во время процесса чаепития вы можете потихонечку продолжать проливать ваш чай. То есть, снова залили, подержали какое-то время, слили. Ну и, соответственно, от пролива к проливу время выдержки чая, время нахождения его, так сказать, в горячей воде, мы увеличиваем, потому что чай тоже отдает свои свойства, и настаивать чай приходится с каждым разом все больше и больше. Старайтесь делать так, чтобы чай в этой емкости у вас не остывал, то есть, чтобы она была горячей. Постепенно, пролив за проливом, вы пробуете чай на его вкус, как он раскрывается и прочие делюги. А если вы хотите пить чай долго и покрепче, вы можете насыпать больше чая. Если вы хотите послабже, вы можете насыпать меньше чая, меньше подержать. То есть, тут все просто. Больше насыпали, дольше подержали. Можно сделать меньше проливов, но делаться вообще прям в хламину. А можно держать водички по чуть-чуть, не давать чаю сильно завариться и проливать, 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 пока он полностью не отдаст себя. Так можно хоть 2 литра воды выпить, если не больше, и потихонечку сидеть. То есть, все зависит от вас, от ваших запросов, так сказать, от вашего настроения, какого именно чайку вам хочется попить. Главное, экспериментировать. Вот. И что еще хотелось отметить? Потому что данный чайничек, помимо того, что очень хорошо помогает познакомиться с чаем, вам не приходится тратить кучу денег, вы приобретаете этот чайничек и спокойно можете пить чай дома. Второе. Не обязательно через этот чайничек заваривать только пуэр. Любой чай, который вы пьете, через этот чайничек проливами заварится намного круче, чем вы просто настаиваете его в каком-то чайнике. Дальше. Что хорошо? Даже если вы умеете пить чай, и давно его пьете, ну, те, кто давно пьет, знают, что такое чайник Типот. Это очень отличный офисный вариант. Потому что в офисе хочется тоже попить чайку и посидеть за компьютером. Но куда мы будем ставить эти все чабани, кучу посуды, а потом бегать это все в офисном туалете, мыть? Ну, это, согласитесь, очень неудобно. Этот чайник облегчает процесс, он может стоять рядом с компом. Вы ничего не пачкаете, ничего не проливаете. Взяли себе, завели небольшой термос. Пожалуйста, чайничек. Например, Леша Берсерк, приятель мой, он частенько вообще прям вот хлыщет чайниками из этой емкости. То есть он еще не заморачивается чашечками и просто проливает. Чай потом сидит вот так вот и глотает. Вот. И еще эта штука очень хороша в поездках, в дороге. Опять же, вам не надо мыть гору посуды, вам нужно только вытряхнуть отсюда чай, сполоснуть ее, упаковать как-нибудь аккуратно. Я часто завязываю, заматываю его в какую-нибудь тряпочку мягкую, либо, если ее нет под рукой, то просто в туалетную бумагу. И, пожалуйста, в дороге везде с вами чаек, правильный чаек, грамотно приготовленный и минимум затрат. к чему я все это? Такие чайнички есть у меня в продаже. Поэтому, кому интересно, приходите, смотрите, покупайте. Кто не может прийти, пишите, заказывайте. Чайнички есть разных брендов, разной стоимости и, соответственно, разной емкости. Вот у этого чайничка, которым пользуюсь я, объем 350 миллилитров. И этого мне за глаза, и не только мне, а даже моим друзьям, которые ко мне приходят. Мы спокойно этим чайничком справляемся, там на компанию 4 человека. Нам этого достаточно. Хотите больше, покупайте чайничек больше, но понимайте, что и чаечка вам надо будет сыпать побольше, для того, чтобы делать выхлоп на чайник необходимого объема. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Любомир Борода. Пейте правильный чаечек и покупайте чайнички. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ